Добрый день, уважаемые коллеги! Ну, к сожалению, мы уже вышли за рамки выведенного времени. Ну, а надо только вот прокомментировать некоторые скандеры предыдущих закладчиков. Вот, полностью пучок поддержать Юрия Георгиевича и Елену Валерьевну. Действительно, кардинально трансформировалось вообще понятие аудита и мероприятий по аудиту. В 2014-м мы фактически осчитали контрольные действия, сейчас это анализ почему и соответствующими выводами. На примере дорожного хозяйства и транспорта, да, ежегодно выделяют деньги по наш проекту на то же дорожное хозяйство. Люди жалуются, почему ремонтируют одни и те же дороги. Да, мы понимаем себя, потому что снять верхний слой асфальта, положить туда тоже самое, это проще, чем реконструировать дорогу, которая в ужасном состоянии, либо сделать дорогу, где ее нет вовсе. Да, поэтому, уходя от процедурных моментов аудита, контролеры смотрят, а почему было принято решение. Да, несмотря на то, что уже немножко до того, как начинает работу контрактная система, да, но исходя из достижения результатов и эффективности, почему эта дорога, в каком она состоянии делались по этому дороге и дефектовочные акты, чтобы понять ее, какое состояние. Правильно ли составили ведомость объемов работ на эту дорогу и так далее. После этого делаются соответствующие выводы. То есть, буквально, да, спустя 10 лет функционирования контракта системы, мы, наверное, больше стали помощниками конкретным заказчикам. По поводу забитых людей на месте, действительно, такой факт есть, потому что бывает, направляешь уведомления, да, через две недели приходишь на объект контроля и понимаешь, что ответственные лица уже уволились тем днем. Ну, то есть, хотя, в принципе, мы не приходили к той цели для того, это, ну, это факт. Да, особенно это, ну, не в региональных органах, а в городских агломерациях, в сельских поселениях, да, когда к ним приходят контролеры, там, за региона, ну, естественно, есть понимание, что что-то может там случиться, да, они уже будут. Хотя, и это не освобождает фактически от ответственности. Это Леонидович сказал, что мы, да, смотрим, чем заканчивается контракт, хотя немножко упускается из виду планирование закупок в Краснодарском крае. Это уже как лет 7, не совсем так. Мы непосредственно, наш контрольный счет налогов работает в региональной информационной системе в сфере закупок. И мы смотрим закупки двоих публикаций в единоинформационной системе. Мы помогаем. Вот вы рассказывали на примере того, как заказчик вместо 1000 тонн прошел бы указал одну тонну, а мы буквально предотвратили закупку, где заказчик в силу новшеств и опять отсутствия квалификации, да, сейчас мы все знаем, что делается структурированный, машиночитаемый вид исполнения контракта. То есть в ЕИСе прописывается этап, и что себе включается этап. Например, каждый месяц заказчик предусматривал сопровождение неких информационных систем, и в сфере информационной безопасности. На каждый месяц предусматривал услуги по сопровождению соответствующих систем, сертификаты поддержки производителей, но отсутствие квалификации, ровно обратных случаев. Он прописал, что ему нужно 6 сертификатов на 13 миллионов на год, но структурированный вид прописал о том, что в каждом месяце он прописал сертификаты. Следовательно, если бы он законтрактовался, он бы обязан был потребовать у поставщика, чтобы он каждый месяц предоставлял 6 годовых сертификатов. То есть 12 месяцев умножить на 12 миллионов, что было бы, если он их не принял, исходя из структурного вида, да, вопрос. То есть мы стали помощниками, мы по результатам такого привитивного аудита и информируем, соответственно, заказчиков. Зачастую мы, как бы, напоминаем заказчикам, да, что они, бывает, закупают те виды услуг работы, которые являются его уставной деятельностью, да, например, там, за контролем функционирования неких информационных систем и так далее. Поэтому действительно аудит трансформировался, и мы в большей части стали союзниками, да, с выводкой соответствующих рекомендаций для того, чтобы люди, народ получали конкретный результат, который поставлен. Он может быть поставлен в разных документах. Это соглашение на предоставление между бюджетным трансферам, это стратегии регионов, которые были, соответственно, разработаны, да, если там приобретается, в нашем случае, транспорт, то достаточно ли для этого транспорта зарядных станций, да, а это, то есть мы это делаем до того, как это планируется приобрести. Да, если приобретается 20 электробусов или одна электростанция, да, смотрим, сколько он заряжается, ну, как они будут ездить без электростанции, может быть, тогда нужно уменьшить, понимаете, потому что какой-то тот гонится за цифрами, но потом не понимает, к чему это приведет, потому что придем потом и скажем, что у них неэффективная используются ресурсы, и просчитаем, сколько стоит один электробус, умножим на количество, которые практически не могут ездить, и там будут вынуждены применять уже кадровые вопросы в этом смысле. Вот, учитывая, что, я так понимаю, в ближайшее время будет очень кардинально повышено внимание вопросам цифровизации, как вот назначенный председатель счетной палаты обозначил, что активное внимание будет направлено на ценообразование в сфере цифровизации, в сфере индивидуальной собственности, это крайне важный момент. Потому что в сфере цифровизации, я думаю, ни для кого не секрет, полное монополия. Это в том числе связано в силу норм гражданского законодательства. Потому что для того, чтобы сопровождать некую информационную систему, поставщик-исполнитель должен обладать правами соответствующими для того, чтобы прикоснуться к тому, что хочет заказчик сопровождать. А учитывая, что эта индивидуальная собственность преднадлежит коммерческим организациям, следовательно, коммерческая организация никому не будет давать соответствующих прав, чтобы работали с его собственностью. Поэтому здесь это серьезная проблема, это можно прям отдельную дискуссию по поводу индивидуальной собственности собирать, вырабатывать соответствующие предложения. И будем благодарны, если такая дискуссия будет организована, я думаю, она будет полезна как и для заказчиков, как и для собственности. У нее также есть, кроме таких красивых слов, как отсутствие, точнее наличие монополия, отсутствие конкуренции, есть еще крайне важный негативный сценарий. Когда индивидуальная собственность в конкретном случае и принадлежит частной организации, мы живые свидетели того и неоднократно, как из-за некоторой воли частных организаций государство просто теряет возможность эксплуатировать чужую индивидуальную собственность, до этого потратив на него сотни миллионов рублей. Поэтому считаю это крайне важным моментом. Но учитывая, что время, я тогда закончу и благодарю за то, что нас собрали. Спасибо.